А можно я уже слезу? Здесь дует сильно. Еще раз? Да я здесь сдохну сейчас. Господа, сегодня у нас довольно интересный автомобиль. Интересен он прежде всего тем, что его суть в идеологии. Его собирали маркетологи, это тот случай. И собирали его под очень узко заточенную фокус-группу. Эта идеология появилась не так давно. Она пришла к нам, в принципе, из Японии. Потом она перекинулась на Европу. А у нас она сейчас начинает делать только-только свои первые неуверенные шаги. Это автомобиль, так называемый, универсал повышенной проходимости. Volvo XC70. Действительно, универсал, самый обычный, который не большой. На базе обычной машины собран был в свое время. Если не ошибаюсь, назывался он Volvo V70XC. Позже он уже, соответственно, это третье поколение у нас, обрел свое нормальное название Volvo XC70. В данном случае мы имеем самую простую комплектацию, без адаптивной подвески, с D3 мотором. Это очень прикольный агрегат. Дизель, 5 котлов, турбина, всего 163 лошади, но при этом 400 ньютонов. Бешеный и крутящий момент, который толкает этот сарайщик, надо сказать, очень уверенно и позволяет вам чувствовать себя на дороге прекрасно. Заточен он под такую узкую фокус-группу людей, скажем так, 50+, может быть, даже 40+, у которых есть дача, которая, прежде всего, любит путешествовать и любит ездить по грунтовым дорогам. То есть это не бездорожье, это все-таки какой-то легкий подъезд к даче, или, как в нашем случае, как вы сейчас можете видеть, это просто съезд к озеру. То есть это тот случай, когда вы едете, увидели какие-то красоты, широты, и можете к ним спуститься, минуя, в общем-то, камни довольно большой высоты, которые сантиметров на 10 торчат, она их проглатывает вообще не глядя. В этом во всем ей помогает, естественно, полный привод, но в данном случае он такой, не взрослый, конечно, он на муфте, сильно ее долго мучить по снегу нельзя, иначе это грозит вам перегревом этой муфты. И хороший мотор, который, вот именно это тонкое сочетание 163 лошадей, когда вы не получаете в конце года налоги, там, по 25 тысяч рублей, и все-таки 400 ньютонов, которые с места вас дергают очень уверенно, и в потоке вы держитесь, ну, даже, в принципе, гораздо выше уровня остальных автомобилей. Татарин едет. Сейчас Татарин проедет. Так вот, люди в таких автомобилях, конечно, тоже довольно уверенно себя чувствуют на бездорожье, но 10 часов по трассе в такой машине ведет, к сожалению, к инвалидности. Но, судя по тому, что едет на дорогах, мы наблюдаем большое количество вот таких инвалидов, которые после этой машины дальше чем-то пытаются рулить. По экстерьеру, конечно, автомобиль не лишен практичности. Это выражается, конечно, в пластиковых накладках вот этих прекрасных, причем они из хорошего пластика, он довольно мягкий, то есть он как бы недубово ощущается, что он действительно защищает вас от едок. На самом деле, большинство офисных обитателей считают, что это все лажа и портят внешний вид. Но вот как сам хозяин джипа могу вам сказать, что эти накладки, они реально берегут металл, потому что у меня они все зашорканы бороздами, глубиной там по сантиметру бывает, и лакокрасочное покрытие при этом сохранено. Это действительно класс. Также вот это листва по низу, очень обширные накладки на пороге, все это действительно экономит ваши деньги, и по большей степени из-за того, что вы меньше обращаетесь в страховую по поводу занятий. Замятых порогов, там ненужных царапин и прочего. Это все действительно работает, это здорово. Далее вот этот свес, он с одной стороны большой, губа, но если у вас совсем низко присесть, то видно, что губа, она вся заточена как катер. То есть этот наклон свеса имеет такой, туда отрицательный. На самом деле, если вы просто бороздите снег даже, и он вот глубиной даже под губу, то она просто под себя его подминает. Это удобно. Колеса, что радует, потому что сейчас часто мы видим паркетники на какой-нибудь адской резиной, типа там 205 на 50 профиль низкий. Здесь 65 профиль, резина все-таки высокая. Это хорошо добавляет живучести и дискам, и вот вообще всему автомобилю. Да, 16 радиус, очень позитивный, очень распространенный, 65 высота резины. Как хорошо сегодня, а? Да что таить, иногда тебе кажется, что в этой тачке настолько комфортно, что можно в принципе ездить на крыше, ощущения будут такие же. Однако, слушайте, нет, не так. Менингит быстро ставит все на свои места, и ты уже встречаешь эти же мысли в диспансере. Но в любом случае, переводя любые грузы на крыше, ты можешь быть абсолютно уверен, что они туда влезут, потому что крыша просто огроменная, длиннющая, и здесь можно спокойно возить, например, монтажные лестницы, 6-метровые дрова, и все остальное, что, в общем-то, возит при себе хозяин Вольво, потому что куда без этого. Досадный для такого автомобиля косяк, это вот совершенно дурацкий, пластиковый, очень хлипкая крышка ключка бензобака. Если она, в принципе, зимой хорошо примерзнет, то вы, конечно, ее свернете, потому что, ну, это ни в какие ворота, на самом деле, это вот сродни панельке от айфона, она как бы даже в защелкнутом состоянии, вот элементарно пальцами все это ходит, но, ну, конечно, ну могли получше, честно скажу, могли, могли. В угоду дизайну все-таки сделаны две трубы, хотя, в общем-то, на этом моторе они никому не упали, потому что не те мощности, не те объемы потребляемого топлива, и выхлоп здесь можно было в одну трубу, но все-таки уже, опять же, повторюсь, были деньги на дизайн, поэтому, на самом деле, две трубы, вот эта пластиковая накладочка, это, конечно, шляпа, потому что, когда у вас снега много, она будет вот сюда его набирать и пытаться ее сюда выгнуть. Как бы там какие-то защиты стоят, защиты под днищем, но они, конечно, минимальны, то есть это все, я бы сказал, так, не защиты, а пыльнички такие, пластиковые пластины, которые просто не дают там грязи куда-то лететь. По багажнику, естественно, такой автомобиль, сами понимаете, универсал, багажник здесь воистину исполинский, он просто огромен, то есть без сложенных спинок он там 500 с лишним литров, это был огромный, действительно, багажник, розеточка 12-ти вольтовая, причем, что здесь как-то даже не сразу она воспринимается как розетка, потому что заглушка у нее не круглая, то есть это довольно-таки выглядит забавно. Естественно, куча всяких креплений под багаж, которые могут оснащаться здесь и всякие стоковые есть такие, поперечины устанавливаются, прижимы, которые можно уже заказать как доп. опции, но в данном случае их нет, ну, или просто вот вязать, ну, всем нам знакомые, в общем, девайсы. И также особенно прикольные штуки, что уже в базе, причем это минимальная база, то есть практически самая низкая, и это не доп, шла вот такая решетка, что, конечно, удобно для перевозки буйных пассажиров, ну, или, допустим, если у вас есть некое животное, причем, заметьте, толщина прутка не оставляет никакого компромисса даже лютому добербану, то есть, в принципе, это радует. Это не какой-то пластик, это, на самом деле, железо на стоечках, приятное, и все это было в базе, то есть здорово, здорово. На самом деле, тот случай, когда ты платишь деньги, и, в принципе, ты понимаешь, за что их платишь. Но багажника у нас двойное, то есть, причем проблема, что лично у меня вот вся эта херня, она болтается просто вот сверху, и меня раздражает. Если бы у меня была вот такая фигня, меня бы это не раздражало, причем оно тоже, как мы видим здесь на газовой стоечке, что приятно, но, естественно, из-за веса вот этого корыта и всего, стоечка газовая уже не держит. Внизу у нас, к сожалению, к сожалению, у нас только докатка, серьга по минимуму, и даже, заметьте, что есть, что удивительно, два противоотката. Это стоковая вещь, это, конечно, радует. Зачем вот так было все ужесточать? Из неприятного, ну, лично для меня, что вот не люблю, когда ты покупаешь машину, вроде отдал деньги, а в салоне какие-то пустые разъемы, ты понимаешь, что могло что-то быть, но у тебя его нет, потому что ты отдал полтора, казалось бы, а с другой стороны всего полтора. Ну, надо было отдать два, и было бы что-то еще. Что касательно обсуждения, там, как светят фары, эм... Забыл. Что касательно обсуждений, типа, как светят фары и шумоизоляция, это все, на самом деле, глупо, потому что, да, все хорошо, прекрасно светят фары. Все-таки над этой машиной уже думали. Но косяк в чем? Что громко работает мотор действительно. То есть, это не громко в абсолюте, но за эти деньги он мог работать тише. Мотор, конечно, старый, проверенный, этот пятикотловый дизель, ну, вот, давайте сейчас открою. Конечно, мы здесь ничего не увидим сейчас шокирующего абсолютно, но просто вам покажу из прикола. Это огромная воротина, которая поднимается у вас от самого края до края. Здесь же громко. Естественно, все, что мы видим, это куча пластика, в общем, довольно традиционная волевская компоновка. Вот эти вот подушечки, которые наверху стоят. Все для комфорта. Ну-ка. О-о-о-о! Вот видите, вчера в еноте уже была защита от дурака, здесь ее нет. Ну, потому что полагается, что хозяин Вольво не дурак. В общем-то, вот и все, что мы видим. То есть, как бы, если вы человек небольшого роста, небольшого, то закрывать вам капот придется уже как-то вот так. Потому что, как его закрыть, если вы меньше, там, 170 хотя бы, я не представляю. Это нужно в прыжке, наверное, с бампера. Все это говорит об одном. Нехер вам лазить под этот капот. Здесь все антинародно. Любая попытка какого-то ремонта, какого-то изучения этой машины ни черта ни к чему не приведет. Потому что здесь все для того, чтобы вы тупо ездили и тупо наслаждались. Ну, давай тогда в салончик. Что касательно салона. Ключа в таком понимании, как вот мы все привыкли, да, ключа, его здесь нет. Хотя тут какие-то вот, какие-то здесь крепления присутствуют. Возможно, откуда-то он здесь и выкатится. Ну-ка. Да, вот найден ключ неожиданно. То есть, если вам нужен ключ, он здесь, конечно, есть. Куда его вставлять в масштабах салона, в общем-то, некуда. Он вставляется только, если что, в дверной замок и в замок багажника, в крайнем случае. Ну, в общем, он как аварийный присутствует. Заметьте, довольно легко вытаскивается. Даже мне, вот человеку этого не знавшим. В остальном же, вы просто сели, у вас есть брелок, на нем уже и замочки открывания-закрывания, вежливый свет, если вы подходите к машине и можете включить фары. Вскрывание багажника, аварийчика даже. Ну, все как обычно. Значит, вставляете замочек вот в эту щелку, нажимаете тормоз и кнопочку старт-стоп. Все, машинка завелась. Наша вчерашняя, вчерашняя вот эта вся круговерть с енотом, то, что мы пытались вот там 10 минут завести на ровном месте, она здесь, естественно, уже убрана. Ну, потому что люди серьезные, они далеки от всяких дымофонов, иммобилайзеров и прочего. Эта тачка как есть, она вся построена по принципу, чтобы не париться. Стиль стал такой серьезней, он стал деловой. Действительно, он не молодежный ни разу. Глядя на эту машину, действительно понимаешь, что она солидная. В этом ее преимущество перед остальными, что нету, как вам сказать, нету лишнего глянца. Поскольку комплектуха простая, люка нет, поэтому остается удовольствоваться вот такими вещами. Естественно, все необходимое здесь, ну, в виде подсветки уже есть. Это тот случай, когда я авторитетно облажался, ибо, глядя на кнопочки включения салонного освещения, я продолжал их искать где-то еще. Вот потому что, потому что мой мозг ранен опелем. А в старых опелях свет включается, выдергиваю на себя ручки включения фарами. Сами понимаете, что пережив такое, я уже не буду искать эти кнопки здесь. Ну, что поделать. Подлокотник. Крайне приятный, куда видят. Смотрите, два бокса с дисками, еще сверху дисочек вмещается, еще куча всего. По кнопочкам, что мы имеем? Мы имеем некую аналогию как бы с мобилкой. Мы здесь видим только кнопки, а вся информация, естественно, отображается на бортовом экране вверху. Вот, в том числе даже и по климату, вот, градусы побежали, и по громкости магнитолы. Все это здесь, набор номера. Машина покупалась как просто магнитола с аудиодисками. За магнитолу с МП3 нужно было доплатить 30 тысяч рублей. Однако, случился кураж. Вставили диск с МП3, оно заиграло. Вопрос, кто хотел отжать тридцатку, злобный дилер или злобный производитель? Ну, климат двухзонный, подогрев сидений, также из допов была заказана кожа, потому что у хозяина собака, и без кожи здесь, в общем, был бы просто хардкор. Знаете, акцентировать на таких вещах, как вот, то, что здесь приятная кожа на руле, и вот это, то, что мягкая торпеда, это в принципе нет смысла, потому что это уже просто та степень автомобиля, где это нормально, на самом деле. И рассказывать здесь об этом, будет, может быть, интересно, если это смотрит то завод, и как бы удивляться, что здесь все так прикольно, да, и подогнано. На самом деле, нет, за эти деньги здесь все как должно быть. Здесь нет ничего такого, чтобы вот, опа, там, типа, да, а вот такого здесь могло быть не быть, или какой-то сюрприз. Нет, его не состоялось. Единственное, что вот, конечно, вот все вот это скопище кнопок в одном месте, оно немножко странно. То есть, я бы это разнес сюда, 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 но как бы о вкусах не спорят. Также мы здесь не видим привычного нам ручника, потому что ручник здесь как на Mercedes стиле, он тут рычажком слева от руля расположен. И также в Volvo реализована эта очень прикольная фишка, это технология парящей панели, потому что вот панели есть, да, можно сделать вот так. То есть, это такой элемент стиля, который очень приятен. Также, что касательно вот общего интерьера, ну вот смотрите, из мелочей, да, я сижу вот так, я захотел развернуться, хлоп, и я сел. То есть, вы понимаете, что эта машина, она именно предназначена для жизни. То есть, в ней практически вы можете вот так вот сесть, и мне при этом удобно. То есть, вот, вот я сел и откинулся, понимаете, я совершенно сижу неправильно, мне не нужно куда-то ехать, но мне по кайфу. Вот это та универсальность кресла, над которой очень много парились люди, и они за это захотели денег. И вообще, знаете, вот эти вот, вот эти вот ощущения, вот этот подголовник, ты как с женщиной, то есть, ты трогаешь, и тебе приятно, что-то начинает играть, ты понимаешь, что здорово, в принципе, бабки заплачены не зря. И знаете, есть такие приятные вот промежности, куда можно залезть, ну, как-то приласкать автомобиль. Это те мелочи, на которые ульджи-люзи, покупающие этот автомобиль, начинают запариваться. То есть, что строчка вот такая, вылюбленная, хитро, видите, двойная, что подголовничек тонкий. Здесь это все, как бы, тонко подано, но, тем не менее, очень приятно. То есть, это такая, знаете, это как женщина, которая только не малолетка, а она уже такая статная, достигшая определенного возраста, и знает себе цену, как себя подать. И с ней приятно. Вроде она ничего не говорит, ты смотришь на нее, а, блин, заводишься. Вот так же и с этой машиной. Сначала она проезжает в толпе, как бы, себя, так сказать, на показ не выставляет, но, общаясь с ней все дольше, ты понимаешь, что ты бы с ней остался, а может, даже и не раз. Это приятно. И как и любая классная женщина, она может вам немножечко помассировать поясничку. Ну, в данном случае, так сказать, окажет вам необходимую поддержку в минуты отчаяния, ну, или когда вы просто устали. Что касательно заднего ряда, то тут, мне кажется, ну, в данном случае здесь ездит собака, но, если кроме перевозки собак вы используете эту машину для жизни, скажем, зачатия детей, то высота потолков позволяет зачать их здесь в полном удовольствии, без каких-либо нареканий на высоту потолка, опять же, кожа. А если мне кажется, тут вот устроить небольшой экшен, опять же, женщины на заднем сидении, то у вас будет кожа приятная и на женщине, и на машине. Это, конечно, тонкая грань, потому что, что тут главное, различать, кого жарить. Но мне кажется, все-таки люди, покупающие такие машины, уже давно все прекрасно различили. Стрелочка вот, вот видите, когда стрелка, она не перекрывает центральный тоннель. Помню, херни начал говорить. Да мы это все вырежем. Ну, короче, меня просто это проперло, я согрелся, мне кайфово в этой тачке. Ну, к сожалению, придется ее скоро отдать. Да. Чего не хватает? Все-таки мне, как потребителю дешевых тачек по жизни, хотя я и действительно как бы и сердцем, и телом я в лакшери, но по сути я нищеброд. Поэтому мое нищебродное прошлое неумолимо кричит мне о том, что здесь не хватает, знаете, всяких вот как в машинах часто, часто машины проектируют капитана очевидность. Почему здесь нет надписи CD? Почему здесь нет надписи, вот, скажем, где-нибудь тут вот волим? То есть она есть такая, но, знаете, деликатная, еле вот заметная. Где вот, причем вот тут, вот тут на пластике не написано волим, тут вот не написано градусы Цельсия, крупный значок, всего этого нет. Потому что человек, купивший эту машину, все это уже знает. Он знает уже столько, что это ему не надо. Поэтому он просто ездит и наслаждается. Что касательно этой машины, будем считать, что это примечательно для всех хозяев XC70. Вот такой мой дружеский прогиб вам, ребята. Я не акцентирую, когда в других машинах вижу иконки, хотя меня это выворачивает наружу, признаюсь, потому что, ну, я в это не верю. Это мое право. Но в этой машине даже нет иконок. То есть, это тот случай, когда человек, как бы сидя за рулем, верит не в Бога, а в себя и в автомобиль. И это правильно. Садясь в эту машину, заводя мотор, помимо того, что он работает немножечко шумновато, вы это ощущаете в пробках, причем такой гул низкий, давящий, вы это будете чувствовать. Не самый комфортный автомобиль, именно для тошнения. Первое, что вам придется сделать, это пристегнуться. Почему? Во-первых, горит лампочка. Вот я даже пристегнулся, но оператора нет, чтобы вам показать. Во-вторых, когда вы поехали, оно начинает визжать. Вот так. Это полбеды. Вы терпеливый, вы разгоняетесь. Оно начинает пищать позже. Вы очень терпеливый, вы разгоняетесь еще. И оно начинает вас перекрикивать. Это такая тварь, которая выстверлит вам всю голову. Поэтому, даже если вы после этого остановитесь, вы думаете, что вы ее обманули. Нет. Поэтому все-таки придется пристегнуться. Также в таких машинах, что приятно, что вот ребята приехали на белые приори, а я на белые вольвы. Пока неудачники. Что касательно ускорения, нареканий, конечно, нет. Присутствует турбояма. Оп. Но машина стреляет крайне уверенно. Естественно, никаких нареканий по коробке, по переключению. Ух, как турбина свистит. Но разгоняется оно действительно быстро. Никаких проблем с этим нет. В потоке будете чувствовать себя здорово. На каких-то перестроениях по трассе тоже не вопрос. Причем, это уже та машина, на которой ощущение скорости примерно одинаковое. Что на 100, что на 150. То есть, просто больше стрелка бежит. И все. Шумноват мотор. Действительно, шумноват мотор. Но вот это его проблема, что он всегда был шумноват и холодноват. Зато он очень экономичный. По трассе эта машинка ест около 6 литров. 6-6,5. По городу легко вписывается в десятку, даже с отжарами. Но, с другой стороны, в такой машине мало кто будет и жарить. Это ей не нужно. Тем более, если вы хотите жарить, ну, купите такую 3,2. Вот будет вам ураган. Что касательно пересеченки, вот мы сейчас на нее свернем специально, вот у нас есть легкая. Здесь, конечно, жестковато. То есть, если вы купите эту версию подороже, с адаптивной подвеской, где у вас будет переключатель, там, Comfort, вам уже будет легче. Но что касательно вот такой простой версии, с обычными амортизаторами, то здесь, конечно, на бездорожье не очень. Она жестковата. Она проедет везде, где вам надо. Ходы подвески впечатляют. То есть, она не вывесится на каком-то там глупом камне, но при этом она все-таки жестковата. Если по этой грунтовке сейчас ехать быстро, то она, конечно, душу из вас вытрясет. Это немножечко неприятно, но, с другой стороны, у нас самая простая версия. Если вас это не устраивает, ну, докиньте еще, что там, 1700, и будет у вас все в порядке. Подводя итог, что можно сказать? Что машина это не столь универсально, как может показаться. Все-таки она действительно для путешествий. Для езды по городу может быть немножко великовата, немножко шумноват дизель. Все-таки чуть-чуть это не то. Но если вы много путешествуете, у вас есть семья, собака, вы взрослый, состоявшийся мужчина, эта машина отличный выбор конкурентам. Потому что она подчеркнет вашу индивидуальность корректно, а не за счет каких-то избитых штампов или проверенных, уже казалось бы, проверенных стилистических решений. Плюс она хорошо сбалансирована и по эргономике, и по сочетанию вот хода подвески, даже по такой вот по этой тяжести руля она сделана для вас. Если вы чего-то добились, и вы не хотите заявлять об этом всему миру, эта тачка для вас. Пусть даже и в этой самой простой комплектации вы получите от нее массу удовольствия. Плюс это хороший баланс расходов и приходов. Как бы это не было глупо, но действительно, покупая относительно дорогую машину, вы практически ничего в нее не вкладываетесь. В завершение скажем, что этому экземпляру полтора года, 65 тысяч пробега, и ничего с ним не случалось. То есть, его собственник узнавал о том, что ему что-то поменяли только во время планового ТО. Все, больше ничего не было. То есть, это верный конь, который будет возить вас по просторам, весям, и доставит вас в любую точку, в которой есть хотя бы более-менее какой-то адекватный, а иногда и не очень подъезд. Рекомендую. Есть недостатки, рассмотрите их, решайте, берите. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok